Мягенькая такая. Ёптель-моптель, девочки, тут какая-то плёнка. Твою ж мать. А я лень. Если бы я потратила последние деньги на эту херню, я бы плакала сейчас. Привет, мои хорошие, с вами Селена Свей, и сегодня у нас будет очередной тест-драйв. Фикс-прайс. Ура. Что я в этот раз решила попробовать? Я помню, что вам в прошлый раз очень понравилось, когда мы тестили с вами пудру для ногтей. Она оказалась действительно очень классной и многофункциональной. Я даже ещё маску с ней сделала. Хотя многие говорили, не стоило бы рисковать, потому что пудра для ногтей – это пудра для ногтей. Это не для лица. Для лица нужно более что-то другое. Ну, не знаю, один раз ничего страшного. В этот раз я взяла вот такой набор. Я, кстати, их раньше не видела. Я видела такие наборы по 77 рублей. Я их видела в других местах, да, где продают косметику. И думала ещё такая, брать, не брать, что-то такое. А тут, раз это есть в фикс-прайсе, то по-любому нужно затестить. В этот набор входит... Здесь такая, как я понимаю, печать, что ли. В этот набор входит... Сейчас покажу. Инструкция сзади. Я думаю, что... Я не взяла, кстати, ваточку, чтобы мы что-то стирали. У нас должно получиться всё с первого раза. Я взяла ещё два лака. Мы будем делать вот розовый и тёмно-красный вишнёвый. Короче, на розовом мы будем делать какие-то с вами фигурки, снежинки, что-нибудь. Короче, здесь входит вот такая штучка. Это, я понимаю, силиконовый такой помп. Помп. И скребок. И вот такой входит ещё диск, на котором у нас как бы сделаны всякие такие интересные... Вам не видно, наверное, или видно? Видите, узорчики. Мы должны сейчас с вами как-то их оттуда извлечь. Давайте сначала всё распечатаем, чтобы всё у нас было на готовом. То есть многочисленные пакетики. Вот с одной стороны такая, с другой стороны такая. Я туда поближе покажу. Поближе покажу сейчас каждую. Смотрите. Здесь вот что. Вот. Видно, да? Второе это вот что. Он у нас откручивается. И здесь вот такой силиконовый. Липкий причём. Причём он липкий-то? Ой, он даже... О, он вылазит, смотрите. Пинь. И всё, это просто коробочка. А тут вот силикон. Он мягенький такой. Не твёрдый, знаете. Прикольный. Закрывается. И шкребок, скребок вот такого-то он. Просто матовый. Аккуратно. В общем, что по инструкции мы должны с вами сделать? По инструкции я с вами в домашнем сегодня, потому что, мне кажется, такое домашнее какое-то видео. В домашнее кофточки. Такое домашнее атмосферочки. Значит, первое. Нам нужно очистить накатилу пластину и нанести на неё лак. Какого-то цвета. Какого здесь не указано. Мы нанесём с вами розовенький. Потом мы берём с вами вот эту штучку. Наносим на какой-то рисунок лак. Потом проходим по нему скребком. Убираем лишнее всё. Потом берём нашу пампушку. Тыкаем туда. Она как бы силиконом забирает наш рисунок. И мы этим силиконом фигачим на наш ноготь. Потом сверху можно покрыть прозрачным лаком. Ну, прозрачного лака, в принципе, это не обязательно, да? Нам главное, получится ли сам рисунок-то у нас. Давайте сначала мы нанесём на ноготок. У меня ноготки уже скоро на коррекцию пора. Надо будет. Сначала мы нанесём наш лёгкий розовенький. Лёгкий розовенький наш. Почему я наношу? Можно было бы на мои прям ноготи делать. Но мне интересно вообще, вот, будет ли липнуть сам лак. Или же на лак, наверное, делают всё это дело. Но нам надо ещё два слоя сделать. С одним слоем как-то мало. Криво намазала, так вообще в разные стороны. Как будто вовсе красить ноготи не умею. Не умеха как-то. То есть лак должен как следует высохнуть. Тут ничего не написано. Но я так думаю, что, наверное, должен высохнуть как следует. Иначе мы с силиконом раз и всё. И у нас всё слезет. Правильно? Лак скукурёжится. Скукурится. Сейчас он немножечко подсохнет. Кстати, кто не знает, что два слоя нельзя сразу вот так мазать. Они будут просто дольше сохнуть. Нужно, чтобы высох один, как следует, потом нанести второй слой. Так намного быстрее они сохнут. Ну, это кто не знал. Ну, мало ли. Люди разные. Я вот так проверяю. Делаем второй слой. Какой-то капля капает. И ещё слой сверху. Обычно я крашу ногти песнями и плясками. Ну, всё, нормально. Накрасили, короче. Пусть он высыхает. Пойду кофейко себе пока сделаю. Вот он, средний. Это я не вам. Это я показываю ноготь. Средний ноготь. Сейчас он хорошо высохнет. Я просто не хочу испортить. Наш сейчас художество наше сейчас. Ну, что, моя хорошая, я глотнула кофейко. Я сделала себе. Знаете, лак классный. Он быстро сохнет. Но он вот два слоя, и он у меня, короче, полосками. Ну, в общем, неважно. Я не буду рекламировать этот лак. Непонятно, какой это лак. Профессионал, кстати, написано. Ну, вот. Смотрите, какой лак. Светлый кладёт с полосками. Отвратительно. Номер 12. Так, теперь мы возьмём нашу вот эту штуку. Давайте выберем рисунок. Ой, что я хочу, что я хочу. Бабочку, может быть. Слушайте, бабочку хочу красивую. Бабочку. Бабочку. Тут ещё, гляньте, даже есть. А давайте, нет, не бабочку, давайте. Нотки тут всякие есть. Я же люблю попеть иногда. Ну, в общем, давайте, начинаем. Сполтаем наш красный план. Страшно, блин. Мне всё время кажется, что у меня что-то тогда не получится. Все эти, знаете, красивый такой цвет прака. Так. Я беру и просто вот жирненько наношу на... Где нотки наши? Вот они, на наши нотки. Вот они, короче, огромная нота здесь. Вот она, цветочки рядом. Короче, захватим всё это. Я нанесла конкретно. Вот, видите? Да, вот конкретно, что же может капать даже. Сейчас закрою лак. Надо, наверное, всё это делать быстро, да? Я немножко туплю. Берём мы пошкребок наш. Вот пошкребок. И просто вот так вот его сошкребаем всё это. Оп. Что-то невонятное получилось у меня, кривое. Давайте другой стороной всё. Оп. А, может быть, надо вот так? Вообще там как-то так указано. О, вообще, что я сделаю? Блин. Что-то не то. О, оно всё размазалось некрасиво. Ну-ка, стой. Стопэ. Давайте попробуем. Да он уже высох у меня. Ну, что это вообще за херня? Смотрите. Блин, видно вам? Ничего не получилось. Вам видно? Стоять. Давайте, вот, у меня осталось на шкребке ещё здесь. Хотя бы. Подожди, тут какая-то... Ёптель-моптель, девочки. Тут какая-то плёнка. Её надо снять. Твою ж мать. Тут плёнка на этой штуке тоненько сделана. Я ещё подумала о том, что здесь какая-то плёнка, которую надо снять. Сейчас. Сейчас всё сделаем. Ой, балда Ивана. Синяя. Вот, она синяя плёнка. Сейчас, прикиньте, закончила бы видео, сказала бы, это фигня какая-то и всё. Потом бы мне писали. Силен, там же плёнка. Ты чё, олень? А я олень. Вот. Ну и чё? Чё, у меня прямо у одной так бывает. Давайте теперь попробуем наши вот они, нотки, тут все дела. Прям вот остатки я наношу. Скребком. Да, я вам не показываю. Скребком сошкребаю вот так всё. Сошкребла. Да? Слушайте, но всё равно оно даже если вот... Ну вот, в свободное место сейчас я ляпну. Вообще ничего не делает. Оно вообще ничего не отпечатывает. Прикиньте. Высхло уже что ли? Да ну, какая-то фигня на самом деле. Какой-то бред вообще. Сейчас ещё раз попробую. Ну реально, это как надо. В любом случае лак остаётся. Давайте вот бабочки вот эти жирненькие. Так. Шкребкомы. Туда-сюда делаем. Типа там должны бабочки остаться, да? Так. Теперь. Раз. Да нифига, они уже высохли. Я чё... Я чё, медленно делаю? Нифига не медленно. Я сейчас быстро делаю. Ну ещё давайте. Вот я прям вообще налила прям сюда. Вот на эти две баб... Капнула. На эти две бабочки налила прям вообще. Сейчас вон капает. Убираю шкребком. Теперь. Ну всё. Всё, короче. Они вообще к этому силикону ничего не лепятся. Девочки, короче, это херня. Полная. Полная фигня. Во-первых, даже логически, я думаю. Шкребком этим вы не уберёте всё лишнее. И вообще к этой штуке должно тогда лепиться. Ну всё, да? Не только бабочка ваша, но и всё, что вокруг бабочки. То есть это грязь. Но факт, что не лепится ничего. Вы видели, как я это сделала? Вы видели, как я это сделала? Но не лепится. Ну-ка. Шкребком написано вообще вот так туда-сюда. Потом вот этой фигнёй прилепил. И прилепил на ноготь. Бред какой-то вообще. Нет. Если бы я потратила последние деньги на эту херню, я бы плакала сейчас. Вообще не херня хернёй. У меня, кстати, много из фигспресса херни хернёй. Простите, но просто мне обидно сейчас. Я поэтому ругаюсь немножко. Я не знаю, оставлю свой инстаграм, девочки. Кто делал, у кого получалось, пожалуйста, покажите мне. Скиньте видео, кто есть в инстаграме. Прям коротенькое видео запишите мне. Потому что я не поверю, даже если кто-то мне напишет, у меня всё получилось. Я не верю. Не верю, потому что здесь даже намёка не было на то, чтобы что-то получилось. Понимаете? Вот просто хочется выкинуть, даже не вытирать всё это, а выкинуть. Но я всё-таки вытру всё это. Я в надежде на то, что я что-то делаю не так. Но на самом деле какая-то фигня. А вот это вот можно для чего-то использовать. Мягенькая такая. Теньке моему понравится. Всё, мои хорошие. Я в расстроенных чувствах сделала вам такой короткий обзорчик. И в расстроенных чувствах сейчас пойду всё это вытирать. И я не пойму, то ли я, то ли лыжи. В чём дело? И жду ваши, на самом деле, отзывы. Жду ваши отзывы и жду вас в моём инстаграме. Оставлю его либо здесь, либо под видео. Все полезные ссылки. Люблю вас, целую, обнимаю, крепко. И увидимся в следующем. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok